сегодня я хочу рассказать про лед вот у меня в руках лед лед это чистая вода h2o да вот не один человек рассказал вот это давно было 20 лет тому назад он сказал что лед вода из льда тише чем чем этого чем вода вот 10 чем дистиллированная вода да то есть стала и вода чище чем дистиллированная ну в том смысле что там примеси каких-то малеков да потому что он говорил при испарении испаряется по 10 молекул да вот пар выходит по 10 молекул и она собой берет ну разные молекулы а вот лед создается она берет по одной молекуле ну по одной молекуле воды берет вот поэтому лед становится намного чище вот ну если конечно там если поставить грязную воду в холод да то лед будет все равно грязным потому что она быстро быстро будет замерзать и грязь все равно попадет в этот этот лед да а в нашем случае это озер лед из озера да вот и она охлаждается только сверху а снизу тепло поэтому она собирает молекулу снизу получается озерная вода она как бы имеет даже разные разные соли да там и она как бы мутная и она еще очень желтая но все равно лед получается вот такой белый и прозрачный даже без соли без каких-нибудь примесей да вот то есть этому человеку который говорил что вода ледяная очень ну очень чистая даже чище чем этот дистиллированная вода но позднее я узнал еще есть вот такие вот такие свойства вот этого льда когда она замерзает она из-за того что она холодная сохраняет себе водород то есть в озере много водорода да и когда она замерзает каждый каждом каждый раз когда она присоединяет молекулу вот воды она между вместе с этим сохраняет водород вот то есть сохраняется здесь много водорода сохраняется вот есть такое понятие как гидриды да вот гидриды которые сохраняют ну вот водород а мы же а мы знаем что вода это самый сильный растворитель она растворяет все там металлы соль тем более водород тоже растворяется в воде а лед сохраняет этот водород то есть лед собирает водород весь водород из озера таким образом талая вода она становится как бы намного полезнее ну чем обычная вода чем допустим даже дистиллированная вода то есть дистиллированной воде нету водорода а в талой воде водород таким образом мы узнали что в талой воде намного больше водорода чем в дистиллированной воде вот а водород является как бы удобрением для растений и водород является антиоксидантом то есть для здоровья человека это как бы самая лучшая вода поэтому талая вода по сути является не мертвой водой а живой водой вот тогда мы пьем к нам входит много водорода и очищает нас от свободных радикалов а вот те кто пьет обычную воду например из скважины там или очищенную речную воду то у них воде намного меньше этого водорода поэтому они могут как бы по-другому насыщать воду водорода например вода насыщается водородом сильно насыщается водородом когда воду добавляем древесные угли и и начинается выделение водорода или когда замыкаем древесные угли под водой выходит много катиона атомарного водорода которые тоже очень хорошо насыщает воду водородом спасибо за внимание